И снова всем привет! В предыдущем видео я бегло перечислил типы акустических панелей. Теперь настала очередь поговорить о материалах, используемых в конструкциях этих панелей. Таких материалов довольно-таки много, но в зависимости от того места, где вы живете, не все может быть доступно. А если и доступно, то трудно понять, что надо использовать, какой материал лучше или хуже, что поглощает те или иные частоты, а что отражает, сколько чего надо, вредно ли это для здоровья и так далее. Давайте попробуем разобраться. Кстати, если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь! Флэш рекордс Тема материалов для акустической оденки очень обширная. В особенности это касается звукопоглощающих материалов. В этом видео я перечислю наиболее популярные и часто используемые материалы. Название фирм и название материалов отличаются в разных частях мира, но я постараюсь объяснить, на что нужно обращать внимание при поиске и выборе того или иного материала. Уже пять раз сказал слово «материал» и еще придется его сказать раз сто. Акустический поролон. Это очень популярный материал на рынке. Также в ютубе очень много видео о том, как клеить поролон на стены и потолок, но этот материал вы не увидите ни в одной студии, над которой поработал инженер по акустике. В особенности акустический поролон не используется в контрольных комнатах. В чем причина? Если обклеить всю комнату вот подобными панелями, то мы получим поглощение верхних частот и уменьшим отражение в верхней средине. Но эти панели почти никак не повлияют на среднечастотные отражения и никак не повлияют на низкочастотные отражения. НИКАК! В такой комнате хорошо записывать подкасты, интервью, вокал, но для контрольной комнаты этот материал не годится. Даже если вы полностью обклеите все стены и потолок подобными панелями толщиной 15-20 см, то ниже 500 Гц почти ничего не будет абсорбироваться. При этом такая комната будет звучать очень глухой и находиться в ней будет очень некомфортно. Акустический поролон также рекламируется в качестве бас-новушек. Но, как я уже сказал, подобные бас-новушки не влияют на низкие частоты. Имейте это в виду. При выборе акустического поролона есть один нюанс. Он заключается в том, что на рынке продается много панелей из не акустического поролона, то есть из поролона, предназначенного для других целей. Например, упаковочный поролон не имеет такой степени поглощения, как специальный акустический поролон. Внешне и тот и другой выглядят одинаково, но по весу и на ощупь они будут сильно отличаться. Если вам повезло, а по-другому это не назовешь, и вы купили правильный поролон, то небольшой совет. Не приклейте его непосредственно на стены или потолок. Если между поролоном или любым другим звукопоглощающим материалом сделать небольшой воздушный зазор, сантиметров 5-7, то это увеличит степень абсорбции. Можно приклеить к стене одну или две деревянные рейки и уже на них клеить поролон. В следующем видео о минеральной бате я объясню, для чего нужны эти воздушные зазоры. Полистиром. Давайте взглянем на вот эти фотографии. Выглядит как поролон, но на самом деле этот материал называется полистиром. Тут написано акустическая абсорбирующая панель и домашняя студия. А вот эта и вот эта панель тоже сделана из полистирола. Проведем ненаучный эксперимент. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 8. Слышите как меняется мой голос? Это потому что полистирол отражает высокие частоты и почти ничего не поглощает. Что еще можно сказать? Из этого материала очень удобно делать различные фигурки и макеты. Полиуретан. Так же как и с поролоном и с полистиролом, есть 7 или 8 разных видов полиуретана. Ни один из них не имеет почти никакого воздействия на средние и низкие частоты. То есть этот материал не пригоден в качестве акустического абсорбера. Минеральная вата. Минеральная вата, бальзатовая вата, рок-вум, каменная вата. Это один из популярных материалов, применяемых для звукоизоляции и также использующийся в конструкциях акустических панелей. Если вы хоть раз интересовались материалами для звукопогнощения, то я уверен, что минеральная вата попадалась вам на глаза не один раз. Следующее видео будет полностью посвящено минеральной вате. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с минватой, пожалуйста, пишите в комментариях. Фанера и гипсокартон. Буквально в нескольких словах. Оба материала хорошо поглощают и отражают звук. Часто применяются при звукоизоляции. В следующем видео я объясню, что такое коэффициент абсорбции и как при выборе того или иного материала знать, насколько хорошо или насколько плохо этот материал поглощает ту или иную частоту. Звукопоглощающие панели из древесного волокна. Их также иногда называют саундборд. Это один из немногих экологически чистых материалов. Я не могу утверждать, действительно ли это правда, но эти плиты продаются без упаковки. Точно так же, как и листы гипсокартона. Несмотря на заявленную безопасность, эти панели выделяют очень много мелких частиц. Поэтому во время инсталляции работы нужно использовать маску или респиратор. В данном примере это акустические плиты фирмы Sonopan. Данный материал используется для звукоизоляции между помещениями, но его также можно использовать в качестве широкополосных абсорберов в дополнение к мин-вате. Перфорированные панели из переработанного дерева. Перфорированные панели имеют свойство диффузора. Одно из применений данного материала – это использовать его вместе с широкополосными абсорберами в качестве внешней обшивки. Например, стены обшиваются минеральной ватой или другим звукопоглощающим материалом. Поверх этой конструкции крепятся перфорированные панели из дерева. И на это натягивается ткань. Таким образом комната не будет звучать слишком переглушенной. MLV. Следующий материал называется MLV или так называемая виниловая звукоизоляционная мембрана. Тоже экологически чистый продукт и на ощупь похож на резину. В строительстве этот материал в основном используется для звукоизоляции. А также как и панели из древесного волокна, винил можно использовать в конструкциях акустических панелей и бас ловушек. Стоит упомянуть, что оба материала, MLV и панели из древесного волокна, мало влияют на частоты ниже 150-125 Гц, даже если соединить несколько панелей вместе. Для того, чтобы абсорбировать и уменьшить отражение ниже 125 Гц, в конструкциях бас ловушек часто используются 3-4 слоя разных материалов, а также между этими слоями оставляют воздушные зазоры для увеличения степени абсорбции. Деревянные панели. Я не уверен, что это правильное название, но эти панели изготовляются из разной древесины. Выглядят очень красиво и звучат очень приятно. Например, в комнате отделанной сосновыми панелями очень приятный звуковой окрас. Эти панели являются рефлекторами и используются в дополнение к широкополосным абсорберам для того, чтобы не переглушить комнату. Специальные материалы для бас ловушек. А теперь поговорим о материалах, которые в основном используются для поглощения низких частот и уменьшения резонансов. Один из таких секретных материалов – это сухой песок. Оговорюсь, песок не поглощает низкие частоты, но эффективен для уменьшения резонансов и стоячих волн. Для бас ловушек песок не годится. Если вы сделаете бас ловушки высотой от пола до потолка, в которых будет засыпан песок и поставите их по углам, то такая конструкция не будет влиять на низкие частоты. Это то же самое, если взять и выложить углы кирпичом. Но если мы возьмем картонную трубу, засыпем туда сухой песок и поставим эту конструкцию в том месте в комнате, где образуется стоячая волна, то это значительно уменьшит громкость этой волны. Звучит заманчиво, но тут есть одна небольшая ложка дегтя. То место, где образуется стоячая волна, может находиться посередине комнаты или в том месте, где стоит какая-нибудь мебель или возле потолка. Большинство людей не станут крепить к потолку трубу весом 70 кг и больше. Еще одно применение подобных песочных конструкций – это ставить на них мониторы. Можно смастерить несколько деревянных коробок, засыпать туда сухой песок, поставить эти коробки друг на друга, сверху положить небольшую вибропоркладку и из ранее упомянутого MLB и на эту конструкцию поставить мониторы. Деревянные опинки. Но не такие, они слишком легкие, а вот такие в виде компрессированных гранул. Их также называют древесные пеллеты. Используются эти пеллеты для отопления и запаха, но помимо основного назначения их можно использовать в конструкциях бас-ловушек. Другими словами, эти деревянные опинки выступают в качестве низкочастотных абсорберов. Я не буду вдаваться в подробности конструкции подобных бас-ловушек, но для экспериментов и также для практического применения достаточно купить штук 8 таких мешков, не распечатывая, положить друг на друга и поставить по углам или сзади мониторов. Если в дополнение к этому спереди мешков добавить слой мин-ватты сантиметров 10, то это можно рассматривать в качестве серьезной бас-ловушки домашнего производства. Активированный уголь. Следующий материал, тоже применяемый в конструкциях бас-ловушек и подставок для мониторов, это активированный уголь. Так же как и древесные пеллеты, его можно купить в виде небольших гранул. Активированный уголь очень хорошо абсорбирует низкие частоты. В двух словах то, что касается конструкций специализированных бас-ловушек. Если вы хотите получить абсорбцию ниже 60-50 Гц, то конструкция такой мовушки должна состоять из нескольких секций. Допустим, в первой секции будет пустота, во второй секции активированный уголь, в третьей секции снова пустота и в четвертой секции мембрана из винила. И вся эта конструкция будет выглядеть и весить как небольшого размера холодильник. Бас-ловушка — это масса и вес. Большой кусок поролона от пола до потолка, который легко можно поднять двумя руками, не является массой и не имеет достаточно веса. Народные материалы — это то, что есть под рукой. И то, что может быть доступно в тех местах, где ничего другого купить нельзя. Яичные лотки. Это я решил упомянуть ради прикола. Если честно, то мне доводилось бывать в коммерческих студиях, где все стены и потолок были отделаны яйцеклеткой. Я не ошибся — коммерческие студии. Если вы хотите сэкономить деньги и получить хоть какой-нибудь результат, то не используйте, пожалуйста, не используйте яичные лотки. Они ничего не дают, кроме уменьшения высокочастотных отражений. Если с финансами и со временем проблема, то на худой конец можно взять несколько тонстых ковров и повесить их к потолку на расстоянии 10-15 см от стены. В дополнение к этому можно поставить порлону ковра в каждый из четырех углов. Результат будет намного лучше, чем использование яичных лотков и некоторых других народных материалов. В предыдущем видео я говорил, что материалы для акустической отделки делятся на три категории. Те, которые погнощают звук, те, которые отражают звук, и те, которые одновременно отражают и погнощают звук. Например, несколько книжных шкафов, поставленных слева и справа от того места, где вы сидите, будут одновременно абсорбировать и отражать звук, при условии, что эти шкафы забиты книгами. Книги будут абсорбировать средние частоты и отражать высокие. Но книжный шкаф не будет являться бас-новушкой и абсорбировать низкие частоты. Для уменьшения низкочастотных отражений можно использовать другой народный материал, который я только что упоминал. Это ковер. Рулоны ковра, поставленные по углам и подвешенные к потолку. Ковер не будет сильно влиять на частоты ниже 100 герц, но это лучше, чем ничего. И если вы решите приобрести несколько рулонов ковра, то ищите ковры с густым и длинным ворсом. Акрымовые ковры вполне подойдут. Чем длиннее рулон и чем толще ковер, тем лучше. И еще один момент, о котором я уже не раз упоминал. Неважно, это ковер или дорогой специализированный материал, не ставьте его впритык к стене или углу или к потолку. Чем дальше от стены, тем лучше. Если вы можете позволить это двинуть ковер или бас-новушку на 10-15 сантиметров от стены, то это увеличит степень абсорбции низких частот. И последний народный материал для поглощения средних и низких частот. Это матрас. Любой матрас, в котором есть поролон, будет поглощать средние частоты. Но нам нужно не любой, а золотой. Что это за такой золотой матрас? До того, как эта комната превратилась в мини-контрольную, здесь обитал большой-пребольшой матрас из компрессированного поролона. Это я так называю матрасы, зажатые в вакуумный пакет. Такие матрасы еще называют кровать в коробке. Если вы решитесь на такой отчаянный поступок, как использование матраса в качестве бас-новушки, то смотрите на вес и на размер. Чем тяжелее, тем лучше. Тот матрас, который был у меня, весил примерно 60 килограмм. Прежде чем выкинуть его из комнаты, я провел небольшое тестирование. Сделал замеры в пустой комнате. Затем поставил матрас возле задней стены на расстояние 15 сантиметров от стены и снова сделан замеры. Результат был довольно-таки хороший. Я еще решил прикольнуться и позвал в гости своего знакомого мастеринг-инженера Джейми Ситара. Позвонил, сказал, что он купил новые мониторы, приходи послушай, как они звучат. Чтобы матрас не было видно, я повесил на потолок ткань, которую вы видите у меня на панелях. Джейми пришел, заценил, как звучат мониторы и спросил, что находится за ширмой. Я снял ткань и мы вместе поржали. Но кроме шуток, этот тяжелый матрас очень хорошо абсорбировал частоты ниже 150 герц. На этом все. Подписывайтесь на канал. До следующего видео.